что вам делать и где надо три тысячи час плюс подачи до мкты и базы туда ехать трешка час то есть вот так вот у меня занято все я просто сейчас вот только у меня мини-экскаватор еще есть поэтому я все вчера на мини-экскаваторе 12 часов копал сегодня поеду не свободно времени по три тысячи я занят всегда я вам говорю сразу это лохи которые по две тысячи работы они не заняты им надо кредиты платить они приедут вам на пять дней там растянутся у меня все быстро четко поэтому три тысячи стоит завтра тоже вот завтра есть у меня задание там на серебряной горке где он у меня стоит я там живу просто где трактор стоит он там не просто так тусуется что он там нету работы все я там живу поэтому он там стоит на моей парковке на моей земле вот они то что я сижу и жду пока мне позвонят люди и скажут давайте за солярочку съездим по копаем нет три козыря и имени экскаватор еще есть 2 500 час 2 500 до полторы тонны который планировочного ковша нету простой 40 ковш ну вот траншеи там я сейчас вот копал в кельдин строй там песок хорошо копает как бы вот сейчас поеду доделать как раз под трубу проводил вчера двухметровую два метра копает глубиной вот такая ситуация и вот так вот так что у меня только наличка просто имейте ввиду что если заказчику скажет только наличка потому что обычно столбы ставят безнал я сколько ездил вы столбы имеете ввиду 9 метровые опоры 11 метровые я ставил их много раз ставил и 11 метровые ставил и 9 ну и один там и вдвоем с помощниками ну ставила есть такая строп стропом поднимаю столб заводим в дырку камнями распираем и как бы все нормально ставили много раз уже ну деревянные правильно же имею ввиду как ну так что делаем делаю вернее такие вещи умею делать все понятно да 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 удачи до свидания вот такие дела салют всем кто смотрит и слышит меня сейчас пропустить тачку сзади меня которая идет газель газель пропущу газель опа михал газель видела нет какой какой порядочный газель воспитанный какой газель да и качает меня пригорит актером так колеса подкачал время 6 часов стартанул я туда где вчера миником копали ну насчет миника че че он свалился ну первое я прокопал с двух сторон так то есть под ним была яма уже была яма небольшая чуть-чуть то есть я как бы под себя подкапал под собой я как бы накопал там и получается он должен был выехать потому что у меня было ровно расстояние на длину гусеницы от передка до задка ну может там минус десять сантиметров может ровень может в плюсе но по идее я должен был развернуться и выехать но получилось что песок-то осыпался и соответственно трактор провалить стал проваливаться под землю в начале было не такое плачевное положение то есть он одной стороной провалился но я пытался вытолкаться как бы он как не может вытолкаться вот ну короче вот так вот я поигрался конечно же можно было поперек встать ну наверно и нужно было поперек вставать и копать но я так не сделал я копал в долг вот вся бей вот тут то конечно бы может быть выручил бы робот стрела да ну и хотя он мог тоже с края упасть в траншею она осыпалась там чистый песок и корни вот эти сверху они держали как бы вот этот зеленый слой переплетения корней то есть я уверенно как бы по этой канаве ездил она не падала ну а потом в один прекрасный момент она под гусянками ушла короче ну вот собственно так и получилось но это же был эксперимент ну как ну надо же понимать что будет если что-то случится то есть в принципе я понял что если такая ситуация есть надо иметь с собой две доски типа ложить и по доскам можно выехать на нем также можно иметь какой-то пенек сзади под башню положить отжаться пенек под задком под балансиром под задним противовесом будет лежать ну как бы главный поддон не проломить еще там поддон-то открытый вот такая фигня что можно было и поддон пробить если на поддон сесть но я садился ни краской ничего не повредилось вообще ничего я потом покажу чтобы не было разговора что я там поцарапал и ничего вообще не случилось то есть я сидел на этом на противовесе и им я отжимался от земли то есть я отжался и гусянку провернул и выехал но опять же я гусянку провернул и выехал только потому что у меня лежали палки под колесами если бы палок не было естественно я бы не выехал бы ну потому что там уже обсыпалось так что уже шире метра было то есть где-то метр двадцать осыпались бока и я думаю что если он встал поперек как бы без палок он также бы не выехал ну может быть и выехал надо было пробовать конечно единственное что я бы уже не смог развернуть башни вот чем все дело чтобы ну развернуться то есть башня висела на этом на земле а гусеница в воздухе смолотили то есть я бы все равно не выехал таким образом мне надо было бы башню развернуть в другую сторону может быть она бы там бы не уперлась в землю а отвал у меня это был я мог отвалом отжаться ну и как то может быть выехал бы без палок ну короче по палкам все нормально получилось короче это был эксперимент и самому было интересно что будет если возникнет такая ситуация то есть эту ситуацию я понял понял что не надо так делать и думаю что в дальнейшем ну не буду так делать без особой нужды ну вот как как то вот так вот короче а сейчас едем копать позвонился в силе подождать сегодня нету вот сейчас много таких кемперов вот эти вот капля называется по-моему он да много то с такими кемпингами ездят ну в Умби я много видел таких кемпингов это по-моему в Питере их делают сейчас пока был возле трактора подошел человек надо там продолжать копать наверно в четверг может что-то такое короче будем будем скорее всего что-то делать дальше руль убитый вообще в жогу смерть видите его надо менять вот отпусто надо тут стерты вот смотрите как я не знаю как они его так стерли блять чем они его так стерли так он кстати не проворачивается вот стерты блять как будто они как то вот так что ли крутили или что они делали ну только два места здесь нормально руль надо другой купить я искал руль в Турции есть рули 35 долларов он стоит этот руль турецкого производства анач фирма а в России он тогда стоил 8 тысяч рублей ну на хрена мне за 8 тысяч рублей нужен руль как то короче вот так то блять вот так вот руль заменяем просто под замену и все надо заменить его на хороший новый руль а этот выкинуть может какой то подобрать можно я не вдавался в эти вопросы может от китайца какого то подойдет не знаю не знаю куда он ехать вон туда я сказал час подачи ну да по идее в одну сторону 30 минут где-то я ездил те года посмотрим время засек посмотрим давай газел быстрее едь потому что сейчас будет один ряд и я все я перемещусь все никого сзади нету перемещаюсь так прибыли на объект время время 1647 место конечно не очень как и там копать буду не знаю обваливается у них там все я сказал что будет обваливаться не знаю как как у них здесь еще не обваливается я не понимаю но там все обваливается мелкого убрал в сторону по идее его на мойку надо везти просто пиздец что творится там так тут копать конечно не очень удобно скажем так не знаю наверно оттуда в начале выкопаем выберем все что там есть у нас в крышу бы еще эту не без печататься близко подъезжать нельзя потому что сейчас все может обвалиться мастера мастера зеленый копы там вон копают внизу так что у нас там ну че поехали хуля взяли выбрал лопаты оттуда блядь не убрал мудак не убрал мудак не убрал мудак 1300 куда такие обороты ну давай поехали копатель копатели вот как надо копать видишь а не как ты там копаешь копатель лопатой там свои копает Тут трещины везде идут Оно все равно еще обвалится Прикиньте сколько времени Надо мелким вот это копать И вот так вот я делаю Одним ковшом Видите? Раз И все Нормальный? Полный ковш? Нет? Устроит такой ковш? Не устроит вас? Пойдет? Вообще по идее надо все это додвинуть От края Вот так вот Чтоб все это дело Не мешало нам не давило Продолжение следует... Продолжение следует... вообще не напрягается просто покер ему размеры ковша миника и вот этого копаю в плюсе для того чтобы они если обсыпется хотя бы с чтобы немного им было выкидывать оттуда попали а вот так вот раз и всего а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...